В Тверском медицинском колледже в эти дни проходит важная работа по аккредитации специалистов скорой медицинской помощи. Наша съемочная группа понаблюдала за этим процессом, который включает в себя теорию и практику. Правда, не в виде настоящих выездов по вызовам. Эти 18 человек уже готовы приступить ко второму этапу аккредитации на сотрудника скорой помощи. Самое интересное, что они и без того каждый день ездят на вызовы. Однако квалификацию подтвердить не успели из-за пандемии коронавируса. Вы знаете, что два года у нас выпали из наших учеб. И поэтому сейчас все это возобновилось. И второй год мы активно аккредитуруем наших средних медицинских работников. В первую очередь сдаются тесты. Из сотни вопросов нужно правильно ответить хотя бы на 71. Тогда человек допускается ко второму этапу. Как, например, Андрей Чуркин. Он пришел на скорую с унитаром уже больше десятка лет назад. Затем закончил медколледж. Даже в армии, где отслужил 7 лет по контракту, сочетал камуфляж с белым халатом на должности фельдшера. Теперь вернулся на гражданку и снова разъезжает по улицам Твери под звуки сирены. Однако квалификацию надо подтвердить. Теорию Андрей сдал на раз. Мне где-то неделя понадобилась, чтобы я подготовился. У меня еще свежие знания после переподготовки, поэтому для меня не было никаких трудностей, чтобы подготовиться. Я спокойно подготовился, прошел первый этап. Сейчас ко второму этапу тоже подготовился, изучил все чек-листы, все манипуляции. Я думаю, что проблем никаких не будет. Главное сохранять спокойствие и все в соответствии с требованиями выполнить. Манипуляциями здесь называют действия в конкретной заданной ситуации. В кровати хоть и манекен, но все должно быть по-настоящему. В том числе и общение с пациентом. Весь процесс фиксируется на видеокамеры. Здравствуйте, меня зовут Чургин Андрей. Я фельдшер. Я буду оказывать вам медицинскую помощь. Как вас зовут? Иванов Иван Иванович. За всем этим по камерам внимательно следят не только коллеги по аккредитации, но в первую очередь члены комиссии. По каждому из 23 направлений своя, состоящая из опытных сотрудников. Это все члены ассоциаций средних медицинских работников. Работа очень огромная. Она отрывает, конечно, от основной работы, но другого выхода нет. Нам необходимо всех допустить до работы, получить эту аккредитацию. В аккредитационной комиссии очень надеются, что вся эта группа медиков успешно получит официальную квалификацию сотрудника скорой помощи, после чего отправится по своим муниципалитетам и дальше спасать жизни людей.